САГДИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ Сагдийская область – это север Таджикистана с древней историей и разнообразной географией. Впервые Сагд упоминается в книге Овеста в IX-XVII веках до н.э. Ученый предполагает, что обозначало оно «священный, горячий или чистый». Это место, где можно познакомиться с культурой и традициями таджикам. Первая причина – приехать в Сахдийскую область, узнать историю Худжанда, одного из древнейших городов Центральной Азии. Ему 2500 лет. В середине прошлого века его переименовали в Ленинабад, но уже к началу 21-го городу вернули историческое название. Худжан стоял на перекрестке торговых дорог Великого Шелкового Пути. Худжан – родина многих астрономов, математиков, врачей, историков, поэтов и музыкантов. Сердце города – крепость. Когда ее построили, она была самой большой в Средней Азии. Город возник в VI веке до н.э., когда была построена крепость. Ее древние греки называли Кирополь. Затем и захватил Александр Македонский. Она получила название Александрея Схата, то есть Александрея Крайняя. Это была самая дальняя Александрея из всех названных в честь этого полководца. Худжан был единственным городом на реке Сырдарья – главной водной артерией Центральной Азии. Древние греки называли реку Яксат или Танаиз, арабы – Сейхун. Но прижилось название Сырдарья. Сыр – тайна, дарья – река. Река, в которой есть тайна. Благодаря Сырдарье здесь оазис. Мы приехали по работе из города Иван. Давно здесь не были, поэтому пройдемся по достопримечательностям – музей, рынок, мечеть. Но сколько бы ни приезжали, приходим на Сырдарью. Она будто дает силы. Сырдарья, моя милая речка, Я пишу и пою про тебя. Ты нас поешь своею слезою, Эту песню пою я любя. В древнем городе растут многовековые деревья. Увидеть их – следующая причина приехать в Сагдийскую область. Шелковицу таких размеров редко где увидишь. Вот этому дереву 700 лет, и оно до сих пор плодоносит. Худжанти их несколько, и они – хранители великой истории. Самые древние деревья – тутовники или шелковицы. Их берегут, как зеницу ока. Даже ремесленный городок проектировали с учетом этих деревьев. Самому древнему – более тысячи лет. Паспорт, конечно, оно не имеет, зато здешний микрорайон в документах значится, как «таги Тутикалон» под большим тутовником. Мне рассказывала мама, что раньше здесь протекала река Сырдарья, и полководец Тимур Малик привязывал к стволу этого дерева свою лодку. Сегодня река отсюда находится в трех километрах примерно. Но корни Тутикалон дотянулось до нее, и оттуда дерево берет свои силы. В обхвате шелковица 9 метров. Нужно 10 человек, чтобы обхватить ствол. Более 30 лет назад ветви связали металлическим тросом, чтобы дерево не треснуло под тяжестью кроны. К этим деревьям относятся уважительно. Они же долгожители и видели многое. И в обиду они себя не дают. Поломаешь веточку, и что-нибудь случится. Старики рассказывали, что один житель нарезал тутовых листьев для своих шелкопрядов, но все черви вскоре погибли. А эта шелковица помоложе ей около 800 лет. К стволу приставили опору, чтобы дерево не сломалось. Местные жители почитают древние шелковицы как святыни. К ним приходят, чтобы зарядиться энергией, попросить о заветных желаниях. В Сагдийскую область стоит приехать, чтобы отведать местные блюда. Пока на улице тепло, хозяйки собираются на открытых верандах в тени раскидистых деревьев. Насибайшонова предложила приготовить суп мошгурунч с консервированным зеленым абрикосом. Ингредиентов много. Баранина, курдючное сало, говядина, колбаса, козьи, фарш и разные виды крупы. Маш, рис, горох и фасоль. Вот эти все ингредиенты, все-все очень-очень полезны для укрепления костей. Блюдо готовится полтора часа и обязательно на костре. Дым придаст особый аромат и вкус блюду. Сначала обжариваем курдюк, затем кладем мясо. Добавляем лук и морковь, заливаем кипятком и выкладываем все оставшиеся ингредиенты. Осталось минут 10 до готовности. Теперь самый такой ингредиент, который мы засаливали, будем ложить в суп. Это урюк, несозревший, угора называется. Мы его сейчас положим. И когда мы будем накладывать наш суп, вот эта ура, она придаст пикантный очень вкус. В конце добавляют чаку, йогурт. Он делает вкус более насыщенным, а еще снижает жирность супа. Осеннее блюдо готово. Еще один древний город Сагдийской области – Исфара. Здесь находится древняя усыпальница, которая была построена в 9 веке. Ее уникальность – в переплетении культур, которые сменяли друг друга на территории Сагдийской области. Увидеть архитектурный комплекс Хазрат и Бабо – еще одна причина приехать в эти места. Эта мечеть три столетия скрывала древнюю усыпальницу. Возможно, стены возвели вокруг деревянного сооружения, чтобы защитить его от дождя и ветра. Со временем забылось, что здесь находится склеп. Пока археологи не обратили внимания на украшения резных колонн. В орнаментах сочетались элементы арабской вязи, зарастрийской символики и растительных узоров. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот именно это семь стол означает семи аспектов нашего арийской цивилизации. Это единственный исламский памятник, который в себе сохраняет особенности, основные символы и признаки арийской цивилизации. Но это памятник нам известно, что после восстановления ислама было построено. Но почему допускали, чтобы умело использовать основные символы и признаки арийской цивилизации? Привлекает уникальная форма колонн, которая практически не встречается в Центральной Азии. Древняя постройка сделана без единого гвоздя. Судя по надписям, здесь якобы похоронен Хамза ибн Зубайт, полководец, родственник, пророка и его сподвижник. Этот памятник был построен в честь одного воителя ислама, в котором они непосредственно принимали участие в восстановлении ислама в Ферганской долине, а также в Исфаре. В связи с тем, что он погиб в этом процессе, потом его привозили. И это, можно сказать, это мавзолей и усыпальница Хамза ибн Зубайт. Несколько лет назад президент Таджикистана Имамали Рахмон поручил отреставрировать древний памятник, после чего архитектурный комплекс стал кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Плов – один из символов Таджикистана. В каждом городе есть свой рецепт этого блюда. В Сагдийской области надо попробовать исфаринский плов. Для него нужно пять видов масла – льняное, подсолнечное, хлопковое, кунжутное и абрикосовое – из косточек фрукта. 10 литров масла на 150-литровый казан. В смеси масел обжаривают лук, мясо, морковь – обязательно красную и желтую. А почему входят два вида моркови? Какая разница – желтая, красная? Красная дает красивый цвет и сладость, а желтая уравновешивает вкус. Для исфаринского плова берут только местные продукты. Рис тоже выращивают на местных чеках. Рисовую массу в казане нужно проткнуть в нескольких местах, чтобы вода равномерно распределилась между крупинками. Примерно через час исфаринский плов готов. 35 килограмм только на обед. Это сколько человек съедает? Примерно. 400 человек на обед приходят сюда. Любят ваш плов? Знаменитые? Уджанты и Сфара – это только начало большого путешествия по Сагдийской области. На севере Таджикистана в древние времена были разные культуры, следы которых сохранились до наших дней. Поэтому сюда стоит приехать и еще не раз.